Ну и первый вопрос, счастливы ли вы? Сверджуя, умеем родить малому, разом з тим, мы сейчас видим, что малому можно родить, а ничего не я. Сейчас миллионы украинцев живут за межею пятностей по факту. Это связано с маленькой зарплатой, маленькой пенсией, за которую выжить неможливо. И сегодня наш лидер Лехляшко на Погоджераде озвучил вымогу радикальной партии, выполнение которой, однозначно, украинцы счастливы, это повышение минимальной пенсии. В случае того, если уряд не выполняет требования повышения минимальной пенсии, мы будем требовать отставки уряда, больше того, мы будем иноціювать по процедуре. Начнем сбирать подписи, потому что сейчас наши старенькие дедусы и бабушки, люди, которые все житие работали, имеют такую пенсию при таких ценах, за которую выжить неможливо. Комуналку заплатить, свет, газ заплатить, и в результате им не выстачает на самые элементарные потребы. Я много езжу по центру и селу, и людей, когда это страшно на самом деле, и когда там людина старша говорит про то, а я не знаю, что мне купить на то, что лишилось, когда платила комуналку. Что мне больше требует... Нет, так это, понимаете... А до кого это вопрос, если не до уряда, если не до влади? Ну, конечно, это один из базовых проблем. Проблема номер один – это бедность и социальная несправедливость. И все другие крутятся не около них. По той же медицине зараз кабинет министров намагается протягнуть цю турну в лапках реформи, яку реформа не звешь, госпитальными округами, коли сотни тысяч людей заберут по факту право на лікувание, коли багато лікарей опиняться на улице, причем профильных, хороших, сильных фахівцов, які людям рятую життя и здоровье. Зараз вони можуть лишитися без роботи, без зарплаты, а сотні тысяч українців без права на медичне забезпечення своими придурочними вибухами, госпитальними округами.